То, во что я верю, что является проповедью, это как бы выпуск или струя того, что является в твоей жизни. Мне не надо что-то быстро-быстро приготовить, потому что я хочу проповедовать на следующий день. То, что не касается моего сердца, то, что не является откровением для меня, я это не проповедую. И это лично проговорило ко мне. И я верю, что оно проговорит каждому из нас. Прочитаем. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили в злословие «путь Господен» перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. И могу понять, через что моя жена проходит. Она латышка. И она читает с русского языка. Когда я учил русский язык, у меня был одноклассник. И он не смог произнести слово «мы». И из-за того, что учитель требовал от него «ы», «мы», парень все время говорил «мэ». Это не «мэ», это не «мэ», это не «мэ», это не «мэ», это не «мэ». И вот это продолжалось вот так. И эти шесть лет он не смог сказать «мы». Поэтому, когда она так читает, это понятно. Потому что некоторые слова в русском языке очень сложные. Поэтому я заставляю своих перевозчиков читать. А я сам прячусь за ними. Хорошо. Павел был в Эфесе. И можно, пожалуйста, поставить музыку на фон? И это было его третьим миссионерским путешествием. И вот в этой главе, которую мы читали, в пятом и шестом стихе мы не будем это читать. Павел возлагал руки на людей. И они принимали силу Духа Святого. И казалось бы, что он получал результаты. Были результаты повсюду. Но внезапно он вошел в место, которое должно было быть церковью, где они должны были бы его принять. где они должны были бы слушать Слово Божие. Но когда он туда пошел, он проповедовал в синагоге три месяца. И они начали ему говорить плохие слова. Они заранее приготовили вот эти злые, больные слова, чтобы говорить ему каждый день. Представьте, что я сюда вышел на кафедру, и я хочу проповедовать. И кто-то сзади встает, или даже спереди встает, где должны сидеть лидеры, которые должны являться командой. И они смотрят мне в глаза и начинают говорить злые слова на протяжении трех месяцев, каждый день. Каждый день. Павел подумал, что вот это место, где я бы собрал много душ для Бога, потому что, например, этот пастыр мне поможет, вот этот евангелист мне поможет, вот этот апостол мне поможет. Но он вошел туда, и каждый раз, когда он хотел сказать, «Иисус Господь!» Апостол Игорь сказал, «Нет». «Нет, ты не должен быть здесь». «Ты не принадлежишь здесь». И они начали с ним ругаться. Но что-то произошло. Павел собрал свои вещи и сказал, «До свидания». То, что я сегодня хочу сказать, можем ли мы быть достаточно мудры, чтобы слушать Духа Святого и оставить дверь, когда Он закрывает ее перед нами. Я еще раз повторю. Иногда то, что нам кажется, как открытая дверь, Дух Святой говорит, «Нет». Это просто как коридор. И я закрою эту дверь. Самое тяжелое время в жизни христианина это принять, что эта дверь закрыта. И этот сезон закончился. И мне надо собрать свои вещи и уйти. Я дам вам пример. Ты проповедуешь Евангелие кому-то. Это самый близкий пример, который я хочу сказать. И кто-то начинает восставать против этого. Нет, Иисус не Сын Божий. Вот это и то. И ты начинаешь ругаться. Но из-за твоей любви к Богу ты начинаешь вот эту ссору. И твои человеческие эмоции туда вступают. И сразу же вместо того, чтобы защищать Бога, это превратилось в ссору между тобой и этим человеком. Павел собрал свои вещи и ушел. Он ни с кем не ссорился. Он был адвокатом. Он был адвокатом. Он мог хорошенько ответить этим людям. Но на протяжении трех месяцев он понял, что это будет впустую. И он ушел. Вот в чем вопрос. Согласишься ли ты с Богом, когда сезон закончится? Потому что если ты не заключишь вот этот сезон определенный, то новый сезон не сможет прийти. Ты не вливаешь новое вино в старый этот мешок. Это не сработает. Павел оставил эту мечту завоевания душ. Я могу только представить эту боль, когда он оставляет людей, которых он хотел завоевать для Христа. Он каких-то людей завоевал для Христа. Но ему пришлось их оставить и уйти из-за того, что есть была новая дверь. Есть новая дверь. Это больно. Это больно. Когда ты проходишь старый или прошлый сезон, и тебе надо выйти из этого сезона. Когда тебе надо отделиться от каких-то друзей. Когда тебе надо оставить территорию, на которой ты жил. Когда тебе надо оставить свою зону комфорта. Это так тяжело. Но если ты можешь принять решение выйти с подводительством Духа Святого, у него есть план. Посмотрим, что дальше с ним случилось. Десятый стих. Десятый по пятнадцатый стих. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе. Как иудеи, так и Элина. Теперь посмотрим. Он был в синагоге. Он был под атакой. И он ушел. Теперь он пришел на место, которое называлось школой Тирана. Это было в центре города. Именно поэтому мы переедем тоже в центр. То есть это было в центре города. он оставил стиклу 10С и передвинулся в центр города. И когда он туда пришел, Библия говорит, что Слово Божье распространилось через всю Асию. это не происходило в синагоге. И это то, что не происходило в той синагоге. Это не происходило в его предыдущем сезоне. Но когда он принял решение пойти дальше верой, то двери стали открываться. Вот эта Асия здесь это Турция наших дней. И Библия говорит, что на том месте Слово Божье распространилось повсюду. 11 Бог же творил немало чудес руками Павла. Бог стал творить чудеса. Никаких чудес на протяжении трех месяцев в синагоге. Ни одно чудо. Но когда он пошел дальше, Бог стал открывать двери. Вот посмотрим, какие чудеса в 12 стихе. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. 13 Даже некоторые из китайских иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисус, говоря «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел преповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» Только потому, что Павел оставил эту дверь, которую Святой Дух закрыл, и вошел в новый сезон, чудеса были настолько мощными, что его одеяние, его в Турции, в этой стране, в те дни им надо было чем-то опоясываться и что-то на голову класть. И то, что здесь как платок, это то, что на голову одевали. А второе это то, что вот здесь одевалось. И у них в домах были больные люди. И они понимали, что сам Павел прикоснуться к ним не может. И они попросили, дай, пожалуйста, нам свою одежду или платок. И они стали отрезать на кусочки. И чудесным образом каждый, на кого возлагали вот этот предмет, исцелялись. И демоны выходили. И здесь сказано, Иисуса я знаю. И Павел не известен. Они не упомянули Петра. Дьявол не упомянуло Фому. Демоны не упомянули Андрея. они сказали, Иисуса мы знаем. Так же, как мы знаем Иисуса, на том же уровне мы ставим Иисуса и Павла. Мы знаем Павла. Потому что человек перешел из старого сезона через веру в Бога и вошел в новый сезон. Это стало настолько мощным, и это очень испугало демонов. Послушайте меня. Я хочу, чтобы мы дошли до такого уровня, что нам не надо будет молиться, чтобы сгнать демонов. Нам не надо будет молиться против болезней, что только наше лишь имя будет известно в духовном мире. дьявол появится демон, который захочет послать к тебе. Если демон только услышит твое имя, я хочу, чтобы мы поднялись на такой уровень, что демон скажет, нет, спасибо, эта работа не для меня. Попробуй еще. Попробуй другого попробуй. Я не могу это я бы лучше умер, чем вошел в жизнь Самсона. Я бы лучше умер. Дьявол, мастер, убей меня сейчас прямо здесь. Это легко. Это легче, чем пойти в жизнь этого человека. Вот как настолько мощно мы вот какими мы можем стать, когда мы слушаем голос Духа Святого. Когда Он говорит, твое время заканчивается в синагоге, выйди и иди вперед. Генезис 35-35-3. 35-2-3. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. встанем и пойдем в эфиль. Чтобы отправиться в эфиль, присутствие Божьей, то место, где Бог есть, надо поменять свою одежду. Надо поменять свою одежду. ты в эфиль не смог пойти в старые одежды. Поменяй свое мышление. Поменяй свой менталитет. Многие люди берут слово и доводят это все до экстремальных мер. И это может быть опасным. И они просто становятся такими духоманами, что они сами ищут гонений, только потому, что Библия говорит, что мы будем гонимы. Поэтому все сейчас ищут гонений. Здравствуйте, можете ли вы меня изгнать? Игнать? Можете ли вы меня преследовать? Игнать? Могли бы ли вы меня преследовать? Здравствуйте, полиция. Можете ли, пожалуйста, арестовать меня? Я хочу за креста пойти в тюрьму. Иисус мне пока еще не говорил, что я отправлюсь в тюрьму. Я не против быть гонимом за Евангелие. Но Библия говорит, что у нас есть ум Христов. И мы умны. Мы мудры. Есть время, когда не стоит спорить в синагоге. просто уйди и оставь. Стивен сказал, я вижу небо открытым. Хорошо. И они его закидали камнями. Я вижу откровение. Ты видишь откровение? Видишь Бога? Хорошо, сейчас к нему и отправишься. И они закидали камнями. Помни, Павел был там. Тогда он еще был саввом. И он увидел эту ситуацию. И они Павла тоже хотели побить камнями. камнями. Это было в другом месте. Когда он стал христианином. И они хотели его закидать камнями. И может, он тоже в тот момент увидел видение. Но он вспомнил о Стефане. И он сказал, если я сейчас об этом проболтаюсь, они меня закидают камнями. И он закрыл свои уста и притворился мертвым. И когда он смотрел, что никого нет, он почистился и убежал. Мудрость. Когда Дух Святой говорит, Павел был готов умереть за Христа. Это не вопрос. Но это не было правильным временем. И Иисус, который сам умер за нас, жизни сам убежал от смерти. Они хотели его побить камнями. Я могу только представить, как быстро Иисус мог бегать. Библия говорит, что раз, два, три, его уже не было. Они брали камни, поднимали, а Иисус уже раз, два, три, и все. Потому что это не было правильным временем. Но когда пришло это время, то он отдался. И я сказал, Господь, почему ты мне это говоришь? И он ответил, сын мой, есть нужда в мудрости, в христианстве. Есть нужда в мудрости. Наоми, Руфь, и Руфь, и Руфь, и Руфь, и вот эти две девушки, они обе потеряли своих мужей. Немножко погромче. они потеряли своих мужей. Сезон закрылся. Сезон закончился. Но есть нужда в мудрости. должна ли я идти с Наимей или должна ли я остаться? Вот в чем вопрос. Нужно ли мне остаться? Это звучит хорошо остаться. Это нормальное явление остаться. мудрость Святого Духа это чтобы пойти за Наименье. И сезон, чтобы выйти замуж заключился. То есть сезон ее брака закончился. Официально закончился. из-за смерти. Но из-за мудрости она стала женой мультимиллиантера. Вааза. И через нее Давид пришел в этот мир. Через нее Иисус пришел в этот мир. Мудрость. Я сказал, Господь, что с этим делать? И Бог сказал мне, я хочу сотворить новое. И я хочу, чтобы ты молился сегодня об особой мудрости, чтобы всех нас ввести в новый сезон. Исайя Исайя 43-19-21 стих. Господь говорит, вот я делаю новое. 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 Можно ли, пожалуйста, прославить или просить? Новое. И это очень интересная часть. Оно уже происходит. Каждый раз, когда мы молимся, Господь, сделай новое. Мы обычно молимся. Сделай новое. И Господь говорит, что это для нас сегодня, что это новое уже происходит. Я еще раз повторю. Новое уже происходит в твоей личной жизни, в жизни твоих детей, в жизни тех людей, которых ты молишься, в твоем бизнесе. Новое уже происходит. Теперь вопрос. Неужели не понимаете? То есть, проблема не в том, что нет нового, но проблема в том, понимаешь ли ты, что во рту рыбы могут оттуда выходить деньги, что из рта рыбы могут выходить деньги, что необязательно, что тебе надо идти в банк, до того, чтобы получить деньги. ты уже ожидаешь, что ты получишь деньги от зарплаты, от работы. И ты думаешь, что это единственный источник твоих доходов. И Бог говорит, я творю новое, и оно уже происходит. Но понимаешь ли ты, когда Бог работает, Его пути не человеческие пути. не человеческие. Должны были быть апостолы в церкви, чтобы помогать Павлу. Нужно было быть проповедником и лидером ячеек, чтобы помогать служению Павлу. Но Бог сказал, я творю новое. Это не в церкви, это не в синагоге, это в центре, где просто может студенты в школе. И это эти студенты, это эти студенты, не апостолы, не евангелисты, эти студенты, будут проводить Госпо через Азию. Но именно эти студенты может будут распространять благовесть по всей Азии. Павел, понимаешь ли ты, что я творю новое? Я путь прилагаю. Видите, о чем я говорю? Я путь прилагаю в пустыне. Почему здесь есть такой пример? Потому что обычно нету пустыни. Не должно быть путь в пустыне. И Бог говорит, что я Бог который делает то, чего обычно не должно быть. Он делает необыкновенное. Необыкновенное. Я делаю реки в земле безводной. это очень сильно. Это как будто Бог говорит, я выращиваю рис на этой земле, где мы стоим. Вот что примерно это говорит. По-человечески это невозможно. Но сейчас, когда я говорю к вам, Бог говорит ко мне, и те слова, которые сейчас исходят, они как пророчества. Я умоляю вас, чтобы сейчас вы открыли свой дух, чтобы принять что невозможности становятся возможными. женщина по имени Агарь немножко потише. Агарь сказала, она сидела в пустыне и вот здесь был ее ребенок и ребенок уже почти умирал. не не И вода, которую Авраам им заканчивалась. И женщина стала взывать и плакать. А дитя не плакала. Эта женщина плакала. И пришел ангел. И ангел сказал, Господь послал меня, потому что он услышал плач ребенка. Но ребенок же не плакал. Но Бог сказал, что Бог услышал плач этого ребенка. Это означает, что плач это не только слезы. Женщина плакала, но Бог не увидел. Это ребенок плакал, не она. Почему? Потому что это дитя у него был совет с Богом через Авраама. Это завет, который вызывал Бога. Ты и я у нас есть завет с Богом через кровь Иисуса. Поэтому Бог не просит тебя плакать физически, чтобы Он мог тебя услышать. Есть завет, который уже говорит и вызывает. И это является кровью Иисуса. И когда этот завет действует, Бог высвобождает своих ангелов. И пришел ангел и сказал, женщина, «Разве ты не видишь? Они же были в пустыне. Можете себе представить такое, если я настолько голоден, и вижу шаурму или кебаб здесь, мне не нужен ангел, чтобы сказать мне, что там эта еда есть. Я бы сам с ней подбежал из-за голода. Разве вы не знаете, насколько вкусно то, что вам на самом деле не нравится, когда вы голодны? Я столько супа отъелся, только из-за того, что был голоден. Если я даже знаю, что мне этот суп не нравится, я его сразу есть не буду. Я подожду, пока я очень-очень проголодаюсь. И тогда это будет просто самый классный суп на свете. И моя чеша всегда мне говорит, ну ты же все ешь. Конечно. Все ешь. Это только потому, что я очень голоден был. Поэтому ангел пришел. если бы в пустыне там была вода, эта женщина бы сама это увидела. Но из-за того, что она была настолько жаждена, ангел сделал вот так. И это та молитва, которую мы будем молиться сегодня. Открой мои глаза, дай мне увидеть. ангел открыл ее глаза. она увидела источник воды, где она могла пить столько, сколько надо было. Почему? Потому что ее очи были открыты. Новое. Новое. Я дам реки в земле безводной. И когда эта женщина была в пустыне, когда она была в пустыне, без никакой надежды, возможно, это чья-то ситуация здесь. Но Господь говорит, если ты можешь позволить моему ангелу, если можешь позволить моему Слову, если можешь позволить Святому Духу просто прикоснуться к твоим глазам, то ты обнаружишь, что рыба может стать банком для тебя. Ты можешь обнаружить, 5 хлебов и 2 рыбки могут не заканчиваться? Можете ли себе представить, как это накормить 5000 людей? Не людей, мужиков, не просто людей. 5000 вот таких вот мужчин и это даже не считая детей, не считая женщин. Не смотрите только на мужчин. Я знаю женщин, которые могут хорошо поесть. Очень хорошо таким знаю. И 5 хлебов и 2 рыбки были там и 12 баскетов было осталось. Можете себе представить, как это, что мужик смотрит на еду и уже наелся и говорит «Не, я больше не могу есть». Один баскет одна корзина, вторая, третья, пока их не было 12. И люди сказали «Все, мы уже не можем больше есть». Вот каков Бог, который выводит тебя из прошлого сезона в новый сезон. Он достоин доверия. Он попытки. достоин попытки. Его рекорд достаточно для нас, чтобы доверять Ему. Это верно. Рекорд того, что он сделал, в прошлом, этого достаточно, чтобы доверять Ему. Чтобы доверять Ему. как можно это разъяснить, что когда хлеб был в его руках, он его не приумножил. В его руках хлеб не умножился. Библия сказала, он взял хлеб и рыбы и передал ученикам. Как Петр взял первую рыбку и дальше дает это вам. Он смотрит в корзину, а там уже десять. Я ничего не понимаю. Хорошо. Ну, Андрей, сколько у тебя дам? У меня пятнадцать, я не знаю откуда, как это. Хорошо, попробуем еще раз. Дадим вот этой семье все двенадцать. Это вам, это вам, это вам, это вам, это вам. Смотрит и опять размножилось. Вот Бог, которому мы служим. Он не делает это для своей славы. Потому что в конце это все выглядело так, как будто ученики сделали это чудо. Это Библия нам сегодня говорит, что это Иисус сделал. Но я верю, что может люди, которые смотрели на учеников, думали, что это они такие сильные. Потому что корзины умнов жарились. Бог делает все для нас, для славы Его имени. Я творю новое. И это уже происходит. Английская Библия говорит немножко написанная лучше. Говорится «Shall you not know it? I'm doing a new thing. It is already happening. Shall you not know it? Не уже ли не знаете? I'm planning that you know. I'm planning that you know it. So I already have plan that you already know it. It's not that I'm doing something new and I'm keeping it from you. And I it kind of скрываю of you know it. But you should know it. That's why we're going to pray. And one simple prayer is that the Lord should open our eyes to see what He is doing. It is sad to be a son of a king to be a son of a king to be a son of a king even in the physical world to be a son of a king to be a son of a king and not know the inheritance the inheritance the inheritance you have. And the Bible said He has not given us the spirit of fear but of love but of love see the spirit of fear I'm finishing with this I'm finishing with this the spirit of fear is so powerful the spirit of fear is so powerful that God needed three parts of the Holy Spirit to defeat it the spirit of love do you know how powerful the spirit of love is that He gave His only son only son the spirit of love the spirit of sound mind the spirit of sound mind and the spirit what is the third one? the spirit of power the spirit of power the spirit of power power itself power itself that is found in the Holy Spirit who is the spirit who is the spirit of the Holy Spirit who is the spirit of the Holy Spirit if you have fear if you have fear and I lay hands on you I lay hands on you the power of God in my life and the anointing is not enough то силы Господней и помазания его возможно будет недостаточно и он говорит дух любви чтобы победить страх после силы Божьей тебе понадобится верить иметь веру что Он любит тебя тебе надо быть убежденным что Он любит тебя что никто не может тебя обмануть никто не может тебя переубедить что Он не любит тебя и здравомыслие здравомыслие вот что ты находишь в Слове Божьем вот что ты находишь когда ты изучаешь Слово и комбинация вот этих трех духов она побеждает страх встанем на наши ноги я вот так кричу я настолько этим захвачен потому что я хочу увидеть каждую жизнь измененной это меня огорчает когда вижу что дьявол воспользуется незнанием неведением новый сезон я хочу я хочу чтобы ты молился что во имя Иисуса мои глаза открыто видеть новую дверь я принимаю я принимаю мудрость я принимаю мудрость знать когда двигаться знать когда оставлять сезон я принимаю мудрость я принимаю мудрость я принимаю мудрость мои глаза открыто видеть настолько насколько простая эта молитва ты начнешь с этого момента видеть изменения не потому что Бог дает что-то новое но просто из-за того что ты способен различить эти новые вещи ты можешь их отличить и сейчас ты можешь видеть мои глаза открыто видеть я не могу оставаться прежним я поднимаюсь выше и выше во имя Иисуса спасибо отец мы воздаем тебе всю славу это мой сезон это мой сезон это мой сезон это мой сезон изобилия это мой сезон здоровья это мой сезон здоровья это мой сезон процветания спасибо 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 отец спасибо отец спасибо отец спасибо мы воздаем тебе славу что-то новое что-то новое происходит ты будешь ты будешь видеть дела господни слава слава богу ты будешь видеть славу божью спасибо спасибо отец спасибо отец у меня есть слово для кого-то господь говорит что есть время двигаться и есть время оставаться и господь говорит у тебя есть чувство двигаться и человек которому это относится он это поймет сейчас и ты чувствуешь как будто ничто тебя не может остановить или переубедить от того чтобы двигаться но бог сказал до того как ты двинешься дай мне всего лишь два дня в молитве и в посте это для кого-то ты хочешь вот на этой новой неделе двинуться ты уже почти решил ты уже все ты уже принял решение но дай богу лишь два дня спасибо спасибо святой мы воздаем тебе славу халлелуя халлелуя халлелуя